Почему у Путина нет волос? Лукашенко лысый, а Брюс Виллис тоже не сделал себе пересадку волос. А также, если в России сделают социальную программу всем лысым бесплатно пересадку, сделают ли все лысые себе пересадки? Уверен, что нет, и сегодня мы поговорим именно об этом. Не забываем ставить лайки, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и обязательно подписка. Вот вам вопрос, комментарий. Пойдете ли вы завтра на пересадку волос, если вам объявят, что разработана социальная компания, социальная программа для всех лысых, лысеющих, и Россия открывает специальные кабинеты с трансплантологами, специалистами, которые будут делать вам пересадки волос в России бесплатно. Вот напишите мне в комментариях, пойдете ли вы туда. Как вы делаете волосы? Ну, я вас уверяю, что абсолютно не все хотят делать себе пересадку волос. И более того, совсем не все сильно, скажем так, обеспокоены то, что на голове нет волос. Переходишь рубеж 30 лет, но, во всяком случае, это было у меня. Я уже привык к тому, что у меня нет волос, что мне это уже стало удобно, не то что там, я не знаю, экономить на шампуне, как некоторые шутят. Нет, и мне просто стало это удобно. Тем более, я последние 10 лет жил на острове, где очень жарко. И вот эта вот прическа, бритая прическа, она, мне кажется, просто идеальна для тропиков и, ну, просто супер удобна, да. Да, конечно, в какие-то моменты времени мне появлялись желания, я вспомнил, ну, я думал, но это было крайне редко, поверьте, что вот если бы у меня там были волосы, какие прически бы я делал. То есть вот это все-таки промежуток времени, когда мне реально этого не хватало, это, наверное, с 20 до 30 лет. После 30 я уже смирился и, ну, знаете, взросление и, наверное, я стал мудрее. Я, в общем-то, замечал, что людям, собственно, ну, не важно, как вы выглядите, ну, точнее, это, конечно, важно, но еще более важнее, да, то, что у вас внутри, как бы это там громко не звучало, но так и есть. Люди оценивают вас как человека, как индивидуальность. И вот именно к индивидуальности я и хочу повернуть на что называется беседу и рассказать, почему все-таки я считаю, что многие звезды, если бы у них даже была возможность, а у них есть возможность сделать самые дорогие, самые классные пересадки волос, но они их не делают. Ну, если мы возьмем, например, каких-нибудь медийных личностей, все-таки не политиков, которым просто глубоко, в принципе, все равно, да, а вот возьмем, например, того же Брис Уиллиса, который, кстати, пытался делать пересадку волос, это бренд. Человек создал себя как бренд, и любой актер, что самое драгоценное у него есть и что он продает. Он продает не лицо, он продает бренд. Это бренд, с которым есть определенный ассоциативный ряд. Он там крепкий орешек, даже орех, понимаете, какой форма у ореха, да, у нас. И вот мы всегда его помним в самых его лучших фильмах, что он лысый. И вот представьте, в один момент он вдруг, ни с того него, ни с сего появляется там с вот этим бюрократическим пушком, или даже если и длинные волосы, которые ему, собственно, причем не те вот волосы, системы волос, которые наклеивают на актеров в фильмах, а вот перманентные волосы, как вы будете его ассоциировать. То есть это уже другой персонаж, это уже совершенно другая индивидуальность. И получается, что человек, создавая свой стиль, свой имидж того именно человека, которым он является на протяжении всей своей жизни, ему нужно в один прекрасный момент взять и перечеркнуть все, что у него было, все, что ассоциируется с ним, и просто принять какой-то новый стиль, которому и на этот стиль уже наращивать что-то новое. То есть это уже считайте, что это новый человек. Нужно ли это делать? Вот многие, я уверен, именно по этой причине не делают пересадки волос, не одевают уже системы волос, потому что у них уже создан образ, у них у каждого есть агент. И я уверен, что даже тот же агент, если даже самому Брюс Виллису это хочется сделать, то его агент скажет, ни в коем случае, мы продаем бренд Брюс Виллиса, а бренд Брюс Виллиса это вот именно тот, та фирменная заточка лица, лысая голова и вот то, что мы знаем, то есть это совокупность определенных факторов, внешних признаков, которые все вкупе, называется Брюс Виллис. И как бы ему не хотелось, как бы ему не хотелось, если он это сделает, то это уже другой совершенно человек. И даже те же там, я не знаю, продюсеры или режиссеры, у них уже тоже есть определенный взгляд, ага, вот на эту роль пойдет Брюс Виллис. Нужно же спасать там планету, вот Брюс Виллис самый лучший в этом смысле. И тут они узнают, что Брюс Виллис-то, собственно, он уже выглядит совсем по-другому. И люди, и для людей он уже не может ассоциироваться с тем самым Брюс Виллисом, которым уже ассоциируется все, весь кинематограф, связанные там предыдущие роли и те будущие роли, которые ему, возможно, могли бы предложить. У него уже волосы, причем он уже совершенно другой человек. Именно по этой причине многим, как бы вам, вы не можете оценивать и говорить, ну блин, если бы были технологией вот тут, то он бы точно сделал себе пересадку волос. Вернемся к мистеру Путину или Лукашенко. Самый элементарный вопрос. Зачем им делать пересадку волос? Будь вы на их месте, делали бы вы пересадку волос? Я думаю, нет. Во-первых, людям, такого плана людям, им вообще на все и на всех, в принципе, пофиг. И тем более о заботе со своей внешностью с точки зрения лысого человека, да тем более в их возрасте, они же уже пенсионеры. Ну какой смысл? Да, есть некоторые, согласен, есть некоторые пенсионеры, которые даже там в возрасте 50-60 лет, они все еще хотят сделать себе пересадки волос. И они стараются даже кто-то в тренажерный зал ходить, еще что-то. Но, ребята, это совсем другие случаи. Это, скажем так, исключение, наверное, из правил. И нельзя оценивать, например, политиков или таких известных людей, потому что нет никаких технологий, которыми бы они могли воспользоваться и там посадить себе шикарные там аллеи новых волос и быть с волосами. Я уверен, что такие люди, они могли бы это сделать и нашли бы способы, но им это просто, вот просто не нужно. И вот сегодня тоже я прочитал утром комментарии. Один из комментариев, не помню на какое видео, в общем-то это не важно. Суть его была в следующем. Вот если бы в России такая стоимость, как в Турции была, но была в рублях, вот было бы классно. И вот мне реально захотелось дать вам вот этот вот пример, да, если вот завтра российские, в России скажут, что мы создаем социальную программу, будем стимулировать наших, наш медицинский туризм, приглашаем там наших Кокеашвили, там и других врачей, которые сейчас оперируют и делают свои дела в России, в СНГ. Мы их отправляем учиться там, я не знаю, в Турцию. И для всех россиян первые пару лет мы, например, даем абсолютно бесплатные пересадки волос. Приходите, они на вас будут тренироваться. Ну, то есть по сути это то, вы и так платите за пересадки, например, в те же академии, да, когда на вас тренируются вот такие вот врачи со всего мира. А здесь говорят, приходите, на вас будут тренироваться бесплатно. То есть вам не надо ничего платить. А через, например, несколько лет, когда они научатся, мы начнем привлекать в Россию уже для медицинского туризма клиентов со всего мира. Ну, то есть по сути я вам сейчас говорю программу, которую реально можно отрабатывать, с которой можно работать и которую можно воплощать в жизнь. Ну, о другом речь. Пойдете ли вы на такие операции? Уверен, что какая-то часть обязательно пойдет и предложит свою голову, чтобы на ней там тренировались. Ну, я знаю точно, потому что даже в академию Хэр-Академии ходят же, еще и деньги несут. А тут вообще и бесплатно. Поэтому точно какое-то количество пойдет. Но пойдут ли все? Нет. Я уверен, что не пойдут все. И даже если тоже посмотреть комментарии, которые мне пишут, можно это понять. То есть, когда там вам пишут, ой, пацаны, там мужики, что вы себе придумали? Зачем вам пересадки волос? Я там, мне там 50 лет, я он накачался, у меня там татухи, ко мне девчонки лезут там и так, несмотря на то, что я лысый. У каждого свой метод достижения целей. Ваша цель там получить девчонку, если вам 50 или 60 лет, вы ее можете получить таким способом, таким способом, таким способом. Я даже не уверен, помогут ли вам волосы. Может быть, вам и помогут волосы для таких целей. Но в целом все зависит от того, какой вы человек. Как бы это, не знаю, не широкомысленно звучало, но все зависит от ваших качеств, которые вы представляете вкупе. Как один субъект, индивидуальность. И вас уже выбирают женщины не потому, что у вас там есть пух или нет пуха. Да, некоторым реально очень не идет быть лысым. Кому-то это наоборот очень идет быть лысым. Но в целом женщины выбирают стабильных, добрых, щедрых, с хорошей генетикой. И вот только может быть как раз-таки вот этот вот подтекст генетики. Потому что каждая женщина все-таки оценивает вас, какой ваш генетический материал. Потому что вот этот генетический материал вы передадите своим, даже не своим, ее детям. И ее детям. И она вас оценивает вот с этой точки зрения, может быть, да. Когда она оценивает, ну блин, если вы такой лысенький, то, наверное, дети тоже будут лысые, скорее всего. То есть, ну, какая-то пометочка, да, на карандашик это может быть, да, у нее в голове. Но в целом женщина вас оценивает по другим качествам. Что вы были надежны, добры, там, понимающий. И с вами просто было, я не знаю, стабильно и надежно находиться. То есть, наверное, вот такие качества. Ну, у каждой женщины свои качества. Вот. Надеюсь, в целом вам понятен мой замысел, что не каждый человек, как вам кажется, страдает от того, что он лысый. Некоторые уже привыкли к тому, что они лысые и уже, может быть, даже пользуются и находят определенные преимущества в этом. Кому-то это идет, кому-то не идет. Но самое главное понимать то, что вы хотите на самом деле. И если вы хотите менять себя, если вы хотите на самом деле волосы, их нужно делать. Если вы не хотите этого делать, и вы просто интересуетесь этой темой, как бы поскольку-постолько, не нужно тогда делать эту пересадку волос. Кому-то подходят системы волос. На самом деле, сейчас я про них говорю меньше. Но в тот момент, когда, я думаю, это уже будет скоро, когда я смогу все вот это сбривать, я вам покажу обязательно, как я выгляжу с системой волос. Для кого-то это будет фу, для кого-то это будет, кто-то скажет, это парик. Мне на самом деле, мне все равно, потому что я это уже носил, мне это понравилось, люди мои близкие знают, что я это носил и то, что это мне нравится. И в принципе, это мой мир, это мой мир, в котором я себя вижу больше, например, счастливым с системой волос. Мне это нравится. Это мой выбор. Поэтому у каждого есть свое видение на жизнь, точно так же, как и у каждого есть видение на волосы. Быть без волос, быть с редкими волосами пересаженными, быть системой волос, такими волосами, которых у вас никогда не будет своих волос. Или вообще, как бы, даже об этом и не думать, просто жить счастливой жизнью и наслаждаться другими какими-то благами в жизни, реально очень много других факторов, которыми можно наслаждаться. Надеюсь, вам в целом идея понятна. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, комментировать. Пишите в комментариях ваше мнение. Вот на самом деле, сделали бы вы пересадку волос, если бы это было бесплатно, но вот если бы на вас тренировались. Реально очень интересный момент, поэтому напишите обязательно в комментариях. Мы с вами подискутируем на эту тему. Очень интересная штука. Потому что я уже даже вот реально об этом задумался, когда люди идут в академию волос, да, и на вас там тренируются азиатские, американские или другие какие-то студенты, и вы за это же платите. А тут вот реально, если, например, вам дадут возможность вообще бесплатно, чтобы на вас тренировались, но бесплатно. Напишите в комментариях. Также для тех, кто хочет поддержать канал, напоминаю вам о том, что в первом закрепленном комментарии есть ссылка на сайт, там мои личные контакты. Напоминаю, что я даю до сих пор бесплатные консультации. Если вам нужен совет, стоит вам делать пересадку волос или не стоит, напишите мне или в какой клинике делать, или в какой клинике не делать, какая методика подойдет именно вам и так далее. Мои контакты есть в первом закрепленном комментарии. Телеграм и ватсап. Надеюсь, это было полезно и главное, чтобы колосилось. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok